Первый крестовый поход. Это век кольчуги. Она составляла основу облика рыцаря. Стоила в среднем чуть меньше боевого коня. А боевой конь эквивалентен стаду коров. И это в условиях господствующего натурального обмена. Ее плюсы это отличная подвижность, движение стесняется по минимуму. Унитарность. Надев кольчужную рубашку, воин защищал полностью корпус и частично руки и ноги. Причем одевается она самостоятельно, без посторонней помощи. Минусы в том, что на ней гасит сильные удары, как та же Кераса. Вряд ли будет произведено сквозное пробитие через кольчугу, но вот всю боль от попадания тяжелым предметом по хребтине она передаст. В будущем в Европе кольчугу будут усилять сначала пластинчатым, а затем латным доспехом. На Руси кольчуга эволюционировала в кольчато-пластинчатый доспех, такой как бахтерец, калантарь и ушман. Рыцарская феодальная кавалерия – главная ударная сила. В основном они могли себе позволить купить кольчугу. Ведь все просто. Чем больше налога сможет собрать со своей земли феодал, тем лучше у него будет вооружение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова